Буквально малюсенькое, постараюсь малюсенькое пятнышко добавлю, ой. Всем привет и всех с Новым Годом! Надеюсь, вы шикарно отметили наступление Нового Года, и он пройдет у вас так же замечательно, как вы себе загадали. Ну а я сегодня сделаю макияж, а точнее даже два макияжа палеткой Эллен Джеффри Стар. Вот этот и вот этот. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, ведь в этом году нас с вами ждет еще больше всего интересного. Ну и давайте уже приступим к макияжу. В сегодняшнем макияже обязательно хочу вам показать черный и синий, потому что эти, казалось бы, несложные такие стандартные оттенки, которые в данный момент есть в малом количестве палеток, но вообще, по идее, как бы не помешало бы вообще в любой. Так вот, эти несложные оттенки часто бывают какими-то недопигментированными. Черный бывает недочерным, серый бывает вообще какой-то странный. Я вообще не помню, когда делала макияж серым. Лет 10 назад, наверное, последний раз. Да, был когда-то период в моей жизни достаточно долгий, когда я, как и большинство сероглазок и голубоглазок, считала, что мне идут только оттенки моего цвета глаз. Вот тогда я и пользовалась серыми. И меня, как я думаю, вас очень интересует, как они ведут себя в чистом виде, насколько они пигментированы, что там с самими оттенками. И поэтому я буду делать с макияж без черной подложки, чтобы мы с вами посмотрели, какие они именно в чистом виде. На самом деле, если черные тени отлично пигментированы, то не обязательно вообще какую-то черную подложку делать. Можно взять и одними тенями сделать черные смоки. И сначала я наношу базу по тени на все подвижное и неподвижное веко. Как обычно, у меня это Urban Decay Anti-Agil. Я уже года два без прерыва пользуюсь только и этой базой. У меня спрашивали по поводу этого серого, не отдает ли он в голубизну, потому что в палетке он действительно немного выглядит таким вот, немного с голубинкой. И поэтому я решила, что первым нанесу его, чтобы мы с вами увидели, какой он реально навеки в чистом виде. Он по качеству потрясающе матовый, как и остальные оттенки этой палетки. Возможно, есть какая-то голубинка именно через камеру, но живьем я вижу такой чистый серый цвет. Причем это странно прозвучит, но серый не грязный. Вот знаете, он не отдает живьем ни в какой цвет. Холодный серый, так можно сказать, а сказать так можно, потому что бывает немного и степлинкой серый. В принципе, можно сделать смоки, нанеся этот оттенок на большую поверхность века и по краям, по внешним черный. Нанести, пожалуйста, вам будут смоки. Причем это реально какой-то классного цвета серый. Я бы даже сама такое сделала. Но хочу сделать что-то поинтереснее. Поэтому я сейчас воспользуюсь черным, но на малую часть века. Классно в этих матовых, что они не плешивят, отлично наносятся, наслаиваются, гиперпигментированы. И каким он выглядит пигментированным в самой палетке, таким же он, да и вообще все матовые, выглядят на веки. Теперь я беру вот такую вот небольшую кисть из козы, чтобы ею сразу и наносить, и растушевывать там, где мне нужно. И набираю черный. Ну, сейчас и проверим, какой он в деле. Я думаю, даже без сравнения видно, что он не гиперчерный. Это никакой термоязерный черный, я бы сказала, серовато-черный или даже недочерный. Но наносится он прекрасно. Именно сам оттенок, я имею в виду, не такой черный, как бывает в других палетках. И на фоне черного серый играет не в голубой, а я бы сказала, что может быть чуть-чуть зеленцы, хотя в нем нет вроде как никакого там зеленого или какого-то еще подтона, не знаю, что за чудеса такие. Ну, так как в палетке больше всего зеленых оттенков, наверное, он будет с разными дуохромами и вообще с разными металликами и матовыми смотреться по-разному. И чистой кистью из козы подтушевываю границу. А сейчас мне кажется, что и голубинка в сером присутствует. Ну, в общем, очень странный оттенок, надо пробовать его в разных макияжах, я так подозреваю. Необычный серый, к моему удивлению. Тушуются матовые тоже прекрасно, даже вот такие вот темные. И осыпаться могут, я бы не сказала, что слишком сильные. Вообще, осыпаться они или нет, зависит, конечно, и от пользователя. У меня немного подосыпалось, я подозревала, поэтому я не стала делать тон до макияжа глаз. Тут бесчисленное множество вариантов, что сюда добавить, потому что все будет сочетаться отлично. Что же мне выбрать? Я могу, конечно, оставить серо-черный, доделать опять же серым и черным. Но нет, надо как-то побольше оттеночков попробовать, сделать что-то поинтереснее. Давайте-ка я нанесу вот этот золотисто-зеленый. Он в прошлом макияже у меня присутствовал, но совсем мало во внутреннем уголке. Этого недостаточно, чтобы сложить полностью впечатление об оттенке. Нанесу я его пальцем. Как шикарно наносятся металлики из этой палетки, вообще обалдеть! Пока чего-то зеленого рядом нет, он кажется, что просто такой желтый и золотой. Но на самом деле, если добавить что-то зелененькое, то сразу начинает пробиваться эта зеленинка в нем. Очень красивый! Прекрасно он наносится и кистью, как я показывала в предыдущем макияже, опять же. Но просто мне быстро и удобней пальцем. Во внутренний уголок нанесу интерстеллар, а затем посмотрю, куда что добавить. Он кажется на первый взгляд в палетке немного золотистым, светлым, белым. Но на веке он немного в лимонный отдает. Сейчас я хочу вверху сделать немного тушевочку от черного. И сделать я это хочу каким-то очень нейтральным оттенком. И будет это титан. Я решил сначала доделать нижнее веко, чтобы общая картина была видна. А потом уже какие-то, возможно, цветные пятна добавлять. Сначала воспользуюсь опять tall grey серым. Далее заполню слизистые черным, потому что это все равно придется сделать, иначе смоки будут выглядеть незаконченными. И на нижнем веке продлю черный по ресничному краю, немного оттушую его вниз. Теперь возвращаюсь к черным теням и ими доделываю эту тушевку от ресничного края вниз немного. Такими вбивающими движениями я закрепляю и карандаш, и вообще вбиваю тени, чтобы они отлично держались. Можно то же самое сделать черными тенями и по водной линии, по обоим слизистым, или хотя бы по нижней слизистой. Тогда все вообще термоядерно будет там держаться. И вот на нижних веках разница с черными тенями и без них, а просто с карандашом. Про осыпание теней. Вот здесь чуть-чуть вот черного осыпалось. И вот тут чуть-чуть. В принципе, не критично, но если бы у меня был сделан тон, то убирать это тоже было бы все равно, ну, как-то не очень удобно. Я сейчас накрашу ресницы, доделаю тон, в общем, весь макияж лица, чтобы вам было лучше видно вообще, что к чему. Потому что так все-таки какой-то незаконченный вариант. Ну что, я практически все везде нанесла. На губах у меня, если что, карандашик Colourpop в оттенке Lumiere. Этот оттенок очень похож на мой натуральный оттенок губ. Ну, чуть-чуть, прям капельку поярче, а по самому оттенку прям практически один в один. На лице у меня нет только хайлайтера. И изначально мне вот этот немного лимонный интерстеллар напоминал что-то, а теперь я поняла, что именно. Вот такая палетка It's My Rye Rye BH Cosmetics у меня есть уже целый год, но я до сих пор не сняла на нее обзор. Обязательно нужно исправиться с нему в ближайшее время, я надеюсь. Палетка на самом деле заслуживает внимания. Она очень хорошего качества для своей цены особенно, я бы никогда не подумала. И здесь одна часть палетки состоит из теней, а вторая из средств для контуринга. Как вы видите, контуринг здесь для такой загорелой кожи, потому что эта самая девушка, которая создавала в коллаборации с Beige Cosmetics палетку, она темнокожая. И здесь есть вот такой вот один хайлайтер, очень интересный. Можно, конечно, его в качестве тени использовать. Он именно лимонный, и на загорелой коже это потрясающе красиво смотрится. Как на моей бледнолицей будет, я не знаю. А вот этот самый интерстеллар, они не один в один, но они очень похожи, очень красиво друг с другом сочетаются. То есть, в принципе, ну подобные оттенки. Я сейчас туда, где у меня волосами все прикрыто, на всякий случай, вдруг некрасиво получится, нанесу как раз вот этот вот хайлайтер из It's My Rye Rye. А вот если бы я была младкой и шоколадкой, мне бы стопроцентно было очень красиво с этим самым хайлайтером, не только в этом макияже, а вообще в принципе. На самом деле он очень пигментированный, и надо его очень мало. А я что-то об этом забыла, и у меня летит все в разные стороны. Ну, давайте проверим. Предупреждаю, что эффект будет непредсказуемый на бледном лице. Ой. Гиперяркий, гипер... Очень пигментированный. Может, конечно, бледнее нанести, но я что-то как-то разбежалась, очень много его набрала. Конечно, не так потрясающе выглядит этот цветной хайлайтер на мне бледный, чем мог бы. Но зато вам хорошо все видно. Ну, а с другой стороны нанесу свой обычный хайлайтер, любимый. Гадайте, какой. Амрези, конечно же. И вот такой вот результат всего лишь с четырьмя оттенками палетки мы имеем. Мне очень нравится этот самый результат, несмотря на то, что я серые как-то уже макияжа не очень люблю. Но из-за того, что здесь есть такое яркое пятно в виде этого золотистого, который тоже не так просто, как кажется на первый взгляд. И все-таки зеленца в нем присутствует. И как-то я в сочетании этого золотого и серого вижу какую-то малюсенькую зеленцу, хотя, возможно, в камере этого будет не видно. Они, с одной стороны, такие прям чистые оттенки. Все вот эти вот золотой, серый, черный. А с другой стороны они не так просты, как кажется. О черноте черного. На этом пальце у меня как раз черный из палетки Джеффри, а на этом пальце у меня черный из палетки Призм. Здесь отчетливо видно, что черный из палетки Эллен как раз-таки недочерный, как я говорила. Я не могу сказать, что это недостаток, потому что для тех оттенков, которые в этой палетке, ну, красиво очень выглядят, даже в этом макияже он. Здесь вот в этом макияже и не нужен какой-то более черный. Но утверждать, что он там какой-то супер черный, там супер мега какой-то черный, я бы на месте Джеффри не стала. Конечно, если я рядом серый нанесу, то все, он черный будет. Все познается в сравнении, как обычно. И это серый из палетки Эллен, и это серый из палетки Фиолетовый Paradise Fallen Ace Beauty. И на фоне как раз этого серого из Paradise Fallen он действительно каким-то голубоватым смотрится, мне кажется. Хотя, конечно же, серый из Ace Beauty вообще не критерий, он... Вся палетка мне не нравится, там качество ужасное, и серый тут тоже какой-то странный. Точно могу сказать, что все оттенки из палетки Джеффри, которые на мне сегодня, как и в прошлый раз, каждый оттенок мне понравился. Все они очень классные. Ну и напоследок я хочу немножечко еще украсть этот макияж. Блин, у меня руки чешутся на салатовый. Я хотя и хочу сделать отдельный макияж с ним. Мне прям сюда очень хочется чего-то добавить, и выбор мой падает именно на него. На этот потрясающий Эллен травяной. И сейчас я буквально малюсенькой... Постараюсь малюсенькой пятнышкой добавлю себе пальцем на веко. Он настолько хорошо, да и вообще все оттенки из палетки настолько хорошо друг на друга наслаиваются, перемешиваются друг с другом и сочетаются друг с другом, что можно сколько угодно делать трансформации одного макияжа при желании. Я не хочу как-то углублять цвет с помощью грязно-зеленого здесь, потому что я хочу вот этого чисто серого, чисто черного, вот этого перехода из двух чистых цветов, потому что если я добавлю вот этот вот грязно-зеленый, будет вид совершенно другой. Хочу оставить так, как есть. Я вообще легонечко дотрагиваюсь, я даже ничего никуда не вбиваю. Один раз пальцем еле-еле дотронулась до оттенка в палетке. И наношу. Правда, я сижу тут разглагольствую про серый, а его практически и не видно за зеленым, но ничего страшного. Главный результат. Мне очень нравится. И сразу такой прям суперяркий макияж, ну согласитесь, был такой достаточно спокойный, с изюминкой, сразу такой... Но фишка этого салатова в том, что он освежит вообще любое лицо и любой макияж. И такая вот быстрая и симпатичная трансформация из предыдущего макияжа у меня получилась. Если обобщить все мои впечатления из этого видео о палетке, я продолжаю поражаться классному качеству и матовых, и шиммеров. И вообще подбору оттенков, как все это придумано, классно. Потому что подборка реально шикарная. И как видите, даже серым и черным макияж может выглядеть чистым, никаким не грязным. Зависит от того, какие оттенки с ними вместе использовать. Мне этот макияж напоминает о лете и напоминает одну палетку Juvia's Place, с которой я сравню в скором времени этот самый салатовый. Та палетка у меня вообще с летом ассоциируется, потому что и куплена была летом, и макияж я делала ею летом. И вообще она вся такая вот яркая, как этот салатовый. Надеюсь, мое видео было для вас интересным и полезным, и поможет определиться с покупкой, нужна вам эта палетка или ну ее нафиг. Конечно же, буду ждать ваших комментариев. Желаю солнышка, отличного настроения, замечательных праздников и исполнения всех желаний в наступившем году. Пока-пока!